Приветствую вас, братья и сестры. У нас сегодня очень хорошая тема и очень важная тема. Я считаю, что эта тема в наше время, в современном мире, очень ценна и очень важна. И сегодня для меня есть честь говорить именно об этой теме. Эта тема называется «Перемирение между арабами и евреями». Но я здесь добавлю одно слово, и оно очень важное слово – «Перемирение между ними во Христе» и только во Христе. Почему мы можем говорить о перемирении между арабами и евреями, между двумя братами? То сразу, наверное, возникнет серьезный вопрос. Как может быть такое перемирение между ними, когда существует и мусульманская мир, или религия мусульмана, или даже христианство, и, может, и другие религии? Ну, поэтому сразу скажу о том, что настоящее перемирение невозможно на основании ислама, и на основании того, что было учить в мусульманской мире или в арабском мире. Поэтому я верю в настоящее перемирение только во Христе. Я сам этим уже живу не один год, достаточно долгое время, и я живу в этом. Поэтому я верю в перемирение, и оно есть, оно существует, и сегодня мы этим живем. Я являюсь свидетелем этого перемирения, и я верю в это. Это прекрасное время, когда живут два братья вместе, служат вместе единому Богу, Богу Израиля. Поэтому важно, чтобы мы понимали, прежде всего, что невозможно, еще раз, перемирение без Христа. Это очень важно. Без Христа невозможно перемирение. Я объясню, почему. Прежде всего, я объясню, почему невозможно перемирение на основании ислама. В исламе очень много мест в Коране о том, что существует вражда между арабами и евреями. Скажу вам еще такое, что пророк Мухаммед ссылается на то, что Аллах ему говорил, что пока еврейский народ не примет его, не примет его как пророка, не примет ислам, не поклоняться ему, вот тогда может быть перемирение. Поэтому в исламе есть много таких мест. Примерно я скажу несколько мест. Это написано в книге Корана, 5-й сура, их 51-й стих. Там написано о том, что «Ой, вы, которые уверовали, не берите иудеев и христиан друзьями, они друзья один к другому. И если кто из вас берет их себе в друзья, то тот и сам из них». Поэтому на основании таких мест, как в Коране, невозможно перемирение. Когда мы говорим о перемирении между двумя народами, мы говорим о том, что с ними может дружба, с ними можно другие отношения. Поэтому, когда пророк Мухаммед призывает о том, что не берите себе друзей, и сегодня мусульман не может не подчиниться тому, что написано в Коране. Настоящий мусульман должен подчиняться тому, что написано в Коране. Поэтому невозможно просто на основании ислама. Дальше еще другое место написано в Коране. И Мухаммед говорит об этом. Сражайтесь с ними, чтобы не было скушений. И религия вся принадлежит Аллаху. Сражайтесь с кем? Именно с ними. С кем с ними? С мусульманами? Нет, конечно. Сражайтесь с ними, он имеет в виду с евреями, христианами. Поэтому перемирение с евреями невозможно арабскому народу на основании, скажем так, христианства. Поэтому возможно перемирение между арабами и евреями не на основании ислама, только на основании Иисуса Христа, на основании жертвы Иисуса Христа. Еще скажу одно. Вера – это есть Иисус Христос. Это не просто какая-то религия. Это не просто какие-то исполнения определенных вещей. А именно вера. Вера Бога. Потому что, когда мы говорим о вере, мы говорим о вере, которая основана на Иисусе Христе. Это есть вера. Вера в Иисуса Христа. Дальше давайте будем говорить немножко конкретно. Почему возможно или возможно это перемирение между арабами и евреями? Мухаммед, когда умер, он оставил после себя Куран и свое высказывание, которое мы называем как хадис. И там очень много написано о том, что, как мы уже до этого говорили о сражении между арабами и евреями. И он возле себя ушел, и он умер, оставил возле себя вот эти все высказывания, все эти, как скажем так, знаете, повеления. А когда Иисус умер, он и воскрес из мертвых, то он оставил возле себя послание. Оно заключается, мы часто об этом говорим, об этом Писании говорим. Ну, это как повеление Иисуса Христа, это перемирение между, перемирение с Богом. Поэтому это наше послание сегодня, которое основано только на Иисуса Христа, только на жертву Иисуса Христа, только на крови Иисуса Христа. Иисус, когда он ушел, он ушел, умер за всех нас. И поэтому это наше послание. Давайте немножко посмотрим то, что говорит нам Библия. И потом еще вернемся в очень много мест Библии, которые, на самом деле, может нас учить об этом и говорить нам об этом. Давайте мы возьмем в Новом Завете написано об этом Ефессиана 2 глава. Ефессиана 2 глава написана с 11 стиха. «Итак, помните, что вы никогда язычники по плоти, которых называли неопрезанными, так называемые опрезанными, плоскими опрезанными, совершенными руками, что вы были в то время без Христа, отрежденные от общества израильского. Шуждые заветов обетования не имели надежды, и были безбожники в мире. И теперь во Христе Иисусе». Заметьте, когда? Теперь, когда? В ком? В Иисусе Христе. «Вы, бывшие никогда далеко, стали близки». Благодаря кому? В крови Христовой. Это очень важно. Давайте еще посмотрим место христианам 3 глава. Это тоже очень важное место в Библии, которое нам помогает в этом, нам помогает действительно об этом говорить. Это на самом деле очень серьезная тема. Очень серьезная тема. 3 глава с 10 стиха. «Обликись в нового, который обновляется в познание по образу создавшего его, где нет ни елина, ни иудея, ни опрезанных варвар и так далее». Смотрите, когда мы говорим о том, что нет елина или нет иудея, это не говорит о том, что у нас сегодня уже вообще нет евреев, нет арабов. Нет, он не ест. Это нужно тоже понимать, это нужно тоже помнить всегда. Но мы говорим о примирении. Это не значит уже больше, как часто сегодня говорят, все, больше нет евреев, можно уже этот народ уже не называть его избранным народом. Нет, он избранный народ. Он был и есть, и будет избранный Божьего народа. И поэтому, когда мы говорим здесь, Бог говорит об обетовании в нем, Бог говорит о том, что Бог создает нового человека. И этот новый человек, когда два народа примирились между собой, это опять-таки возможно только во Христе. Я буду это повторять очень много. Я знаю, знаете, я верю в том, что после того, как будем говорить сегодня, я надеюсь и верю, что у вас возникнет многих вопросов. Потому что говорит об этой теме в очень короткое время, на самом деле это очень серьезная тема, очень. Это жизнь. Это не просто слова. Это должна быть жизнь. Давайте мы вернемся к посланию Галатам, 3 глава. Послание Галатам, 3 глава. Двадцать восьмой стих. То же самое написано. «Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, нет женского, ибо все в одно, во Христе Иисусе. И если же вы Христовы, то вы семья Аврамова, ибо обетование наследники». Заметьте двадцать девятый стих. До этого написано. «Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, нет женского, ибо все в одно во Христе Иисусе». И двадцать девятый стих. Там написано очень важные слова. «Там если же вы Христовы». Другими словами, двадцать восьмой стих не будет, как, знаете, вот имеет силу, если не будет двадцать девятый стих, если мы не Христовы. А когда мы говорим, что мы Христовы, значит, мы исполняем не свою волю, и мы не живем так, как мы хотим, а живем именно так, как хочет Христос. Когда мы говорим, как Христос примирил себя со всеми в Его тело, в Его жертвы, Он через Его жертву, через Его кровь, которая пролит на кресте, Он примирил нас с собой, Он примирил нас. И когда мы говорим, что мы сегодня уже нет иудея, нет язычника, но мы не исполняем то, что написано в двадцать девятом стихе, тогда мы, на самом деле, двадцать восьмой стих, он не имеет какой-то силы в нашей жизни. Поэтому еще раз говорю о том, что если мы Христовы, примирение, даже вам скажу больше, примирение между любого, ну не только между двумя народами, арабами и евреями, даже между разными людьми невозможно без Христа, потому что именно Христос учит нас о любви, именно Христос учит нас, как мы должны прощать, как мы должны любить, как мы должны смиряться, многих вещей об этом учат. Пророк Мухаммед, мы его называем, чтобы просто мы понимали, не просто для мусульманского мира, он пророк. И поэтому мы говорим, но пророк Мухаммед об этом не учит. Он учит о других вещах. Он учит о том, что нет другого пророка, кроме него, нет другого спасителя, кроме него. И, знаете, он учит о ненависти. Он его учит, потому что до сих пор то, что происходит сегодня в арабском мире, то, что происходит сегодня среди мусульманской меры, именно основано на том, что написано в Коране. Поэтому еще раз хочу говорить о том, что невозможно перемирение между арабами и евреями без Христа. Невозможно это сделать. Поэтому, когда мы говорим о перемирении между арабами и евреями, мы должны понимать и помнить, кто такие же арабы, а кто такие же евреи. А почему мы называем эти арабские народы, еврейский народ или два брата? На самом деле, да, это два брата. Но для того, чтобы мы понимали, почему именно через Иисуса Христа это возможно перемирение, и почему арабы это не воспринимают всерьез. Потому что, скажу, что идет постоянная война. И сегодня не наша тема – это война между арабами и евреями. Нет, это перемирение между арабами и евреями. Но нам необходимо понимать, что происходило в самом начале. Кто же они такие арабы? Кто же такие сегодня евреи? Давайте мы посмотрим немножко то, что написано в первой книге «Питье». Давайте мы вернемся там, что написано. Давайте мы вернемся туда. Еще чуть-чуть мы вернемся и потом еще продолжим эту тему. Я надеюсь, что мы успеем сегодня говорить о многих вещах. Если мы не будем успеть, тогда пишите нам, и мы вам обязательно ответим на всех ваших вопросов, которые вас интересуют. И надеюсь, у вас возникнет очень много вопросов. Питье 17 глава. Давайте мы возьмем, скажем так, с 18 стиха. «И сказал Аврам Богу, «Ой, хотя бы Измаилы был жив перед лицом твоим». Другими словами, здесь Бог молится о том, чтобы Измаил был перед Богом жив. Почему это происходило? Если вы помните историю в том, что у Аврам родился Измаил. Но от кого он родился? Он родился от раби Агар. Я скажу вам, если вы меня видите правильно, видите мое лицо, я вам скажу сам, я раб. Я сын Измаила. Но по обетованию, благодаря тот завет, который заключен, именно об этом я хочу говорить, почему перемирение возможен только через Иса Христа. Вы поймете меня сейчас, о чем я говорю. И дальше Бог говорит, в 19 стихе написано, «Именно Сара, жена твоя, родит тебя сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с кем? С ним, с заветом вечным, и потомство его после него». Смотрите, Бог конкретно говорит, с кем он заключает завет. Запомните или помните, запомните одну фразу, которую я начал с нее сегодняшнее учение о том, что Бог или перемирение между арабами и евреями возможно только через Иисуса Христа. Только в Нем это возможно. Без Него нельзя. Почему нельзя? Здесь мы объясняем, почему. Если мы посмотрим на рождение Иисуса Христа, если посмотрим, откуда пришел Иисус Христос, если посмотрим на родословие Иисуса Христа, очень ясно мы увидим, откуда Иисус пришел в наши жизни. У Авраама было два сына. Был Исаак, был Исмаил. Здесь написано, что Бог заключает свой завет именно с Исааком. Араби же говорят, что Бог заключил свой завет с Исмаилом. Нет, я как араб это утверждаю. Кстати, это написано тоже во многих местах в Коране. Но при этом сегодня мы не говорим о Коране, мы говорим сегодня то, что написано в нашей священной книге, это Библия. Здесь написано то, что именно Бог заключил завет свой именно с Исааком. И дальше Бог говорит Аврааму, «Об Исмаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, весьма-весьма размножу, двенадцать князей родиться от него и произведу от него великий народ». Бог благословил арабского народа? Конечно, Он благословил. И вопрос идет не о благословении абсолютно. Бог благословляет любого народа, но Бог же уточняет одну вещь. Это написано дальше в 21 стихе. Поймите, речь идет не только о благословении. Речь идет здесь о важном моменте, который Бог очень много говорил об этом. Он ставит акцент на этом. Он в 21 стихе написан. Но опять Бог говорит Аврааму, «Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, и все самое время на другой год». Поймите, что Бог заключает завет, и это только на законном основании. Почему на законном основании? Давайте посмотрим. Бог всегда против незаконных отношений. Всегда против незаконных отношений. Извините меня, я скажу о том, что на самом деле Бог дал Аврааму жену. Это Сара. И Бог с самого начала говорил ему, что именно Сара родит ему сына. Это был Исаак. Именно Сара родит ему сына. Именно Бог заключает завет именно с законным сыном. Это был Исаак. Именно с Исааком. Поэтому Бог поставил этот акцент много раз, говорить ему об этом и говорить ему еще раз. «Именно Сара родит тебе сына». И 21 стих. «Но завет мой поставлю с кем?» «Поставлю с Исааком, который родит тебя Сара». И поймите, что это очень важно. Это очень важное место в Библии. Давайте подкроем еще 21 глава. 21 глава книги Питие. Здесь написано с 12 стиха. «Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабини». Бог называет Агар, кто она есть, и рабини твои. «Во всем, что скажет тебе Сара, послушайся, согласаю, ибо в Исааке наречется тебе семья». Ком наречется тебе семья? Именно в Исааке. Запомните о том, что перемирение между рабами и евреями возможно только во Христе. И дальше написано. «И от синего рабина я произведу народ, потому что он семья твое. Авраам же стал». Смотрите, 14 стих. «Авраам же стал рано утром, взял хлеб и все, имея в воде, и дал Агаре, положив ее на плечи, и отрока отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версаве». О чем идет речь? Дальше идет речь, что Бог действительно сделал то, что он намерен был сделать с самого начала. Он благословил. Он благословил Измаила. Но при этом он заключил завет именно с Исааком. Если мы возьмем дерево или возьмем родословие. Смотрите, родословие Исаака и родословие Авраама. У него было два сына. У него был Исаак и был Измаил. А Измаил, Бог его благословил. И от него шли двенадцать князей. Является ли сегодня Иисус? Он родословие или его родословие – это Измаил? Нет. Если посмотреть на Мухаммед, то Мухаммед и его родословие – это, на самом деле, посмотрим, это Измаил, там его князи, двенадцать князей, которые Бог благословил Измаила. Потом идут дети Измаила, там идёт, допустим, Кадир, там идёт Аднан, там идёт уже до отца Мухаммед, идёт Абдулла, и потом рождается кто? Мухаммед. Если посмотреть на Исаак. У Исаака потом родился два сына – это Яков и Исаак. И Бог благословляет дальше Якова, и там идёт двенадцать колен и так далее. Потом идёт уже Давид, потом уже Иосиф, потом рождается у нас наш Спаситель Иисус Христос. Причём здесь, когда мы говорим о Завете или когда мы говорим о перемирении, почему мы именно говорим о том, что перемирение возможно только через Иисуса Христа? Почему? Потому что Бог, он работает, и он работает только, знаете, с Заветом. Он работает только с Заветом. Бог заключил свой Завет именно с Исааком. Он не заключил свой Завет с Измаилом. Бог благословил Измаила, но Бог не заключил свой Завет с Измаилом. Бог заключил свой Завет именно с Исааком. Перемирение возможно, но перемирение возможно только на основании Христа. Почему говорят о семье? Потому что в Галатах написано, давайте мы откроем послание к Галатам, написано очень хороший стих, очень важный стих, я считаю. Это Галатам 3 глава, мне кажется, 16 стих. «Но Аврааму дани были опитования, и семени его, не сказано и потомкам, как пи о многих, но как пи об одном, и семени и твоему, который есть Христос». Очень много здесь сказано, очень ясно. Мы говорим о том, что перемирение сегодня между арабами и евреями возможно только через Иисуса Христа. Давайте я вам покажу еще одно место, очень важное место, если мы вернемся к книге Петия. Что происходит, почему это возможно только через Иисуса Христа? Давайте посмотрим, как смерть могла объединить двух братьев. Мы говорили о том, как Бог родил Исаака, как Он заключил Свой завет с Исааком. Мы говорили о том, как Бог благословил Измаила. Мы говорили о том, как после этого Измаил просто ушел. Не ушел по своей воле. А на самом деле это произошло после того, как Сара попросила или сказала Измаилу, чтобы он отделил его от Исаака. 25 глава, книга Петия, 8-9 стих. «И скончался Авраам и умер в старости добре». И смотрите 9 стих. «И погребили его кто? Исаак и Измаил, сыновья его». Смотрите, что произошло здесь? Здесь произошло, как знаете, вот такой акт перемирения. Два братья, которые вместе не жили. Они жили в разных местах. Они были рядом, где-то может быть, может быть, как знаете, как Одесса, Винница или Одесса, или Чавовск, или Одесса, но они жили рядом. Ну, они, может, что-то имелось общее. Может быть. Но именно смерть Авраама позволила им действительно перемириться. Именно через смерть это произошло. И давайте посмотрим сейчас немножко по-другому. Кто умер сегодня за нас? Кто умер за перемирение? Мухаммед? Нет. Если Мухаммед говорит, что его смерть это, извините меня, Мухаммед умер не за нас. Мухаммед не умер даже за мусульмана, которые ему сегодня поклоняются. Он не умер за них. Они до сих пор молятся о том, чтобы он был спасен. Мухаммед, когда умер, он не сделал никакой перемирения. Он, наоборот, он осложнил жизни людей. И он еще в ситуации, в которой между арабами и евреями, она стала еще сложнее. И я вам скажу честно, именно благодаря Мухаммеду эта ситуация стала еще сложнее и сложнее. Потому что именно его призыви они отделили этих двух братьев еще больше и больше. Именно он призывал и призывает сегодня через его последователей, которые наполняют, извините меня, очень многих стран сегодня, они дальше призывают к тому, чтобы убивать евреев, где бы они ни были. Сражайтесь с ними, пока не будет их конец, пока не будет вся религия принадлежать только Мухаммеду или мусульманскому миру. Поэтому смерть Мухаммеда, она не дала никакое перемирение. Наоборот, смерть Мухаммеда еще больше осложнела жизни, еще больше стала вражда между арабами и евреями. Смерть Мухаммеда ничего не дала хорошее, я имею в виду в отношении между этими двумя братами. Знаете, я вам скажу о том, что я как рожден, когда-то родился в Сирии, и я жил среди мусульман, я сам жил в мусульманской семье. И я знаю, что это такое, о чем я учился тогда. Я знаю о том, кто были мои враги тогда. И это, знаете, нас учили об этом с детства. Все, что говорит ислам сегодня, это на самом деле серьезные вещи. Никогда не будет перемирения между арабами и евреями на основании ислама, на основании того, что говорил Мухаммед, и того, что говорят сегодня его последователи. Будет сражение с ними до конца, до последнего еврея. Так и Мухаммед призывал. Так и Мухаммед говорит о том, что Царство Небесное не придет, пока не убьют последнего еврея. Он об этом учит, и об этом написано в книге хадис, это высказывание Мухаммеда. И об этом говорят очень многие. Очень многие его последователи об этом учат в мечетах, об этом учат детям своих, они об этом учат постоянно. Это не шутка. Это не какое-то там, это просто, как знаете, какое-то место. Нет, это есть. Об этом они не стесняются. Поэтому я говорю, что когда часто слышу о том, что ну почему мы можем дружить с арабами, да можем дружить с арабами. Но на каком основании? На основании учений пророка Мухаммеда? Нет. На основании только Иисуса Христа. Смерть же Иисуса, оно соединило двух братьев. Благодаря смерти Иисуса Христа соединило двух братьев между собой. Объединило двух братьев, потому что он убрал всякий ненависть. Он убрал всякий, знаете, вражду между ними. Но очень важно понимать нам, как арабы, вот я говорю себе, как араб, понимать, что когда я принимаю, когда я говорю, что между мной с евреями, или между мной, между моим братом евреем, есть отношение, есть перемирение. Другими словами, я принимаю тот завет, который Бог заключил, его с Исааком. Когда мы говорим о перемирении между арабами и евреями, мы говорим, что мы принимаем не просто Иисуса Христа, мы также принимаем тот завет. Очень важно принимать тот завет, который Бог заключил с Исааком. Не просто заключил Иисусу Аврааму, потому что если мы остановимся там, где Авраам, И тогда возникает у нас вопрос Бог же благословил Измаила Да, Бог благословил Измаила Но мы должны дальше идти Должны дальше идти о том, как Бог благословил Кого он, с кем он заключил завет Идет речь, опять-таки, не только о благословении Идет речь о завете Поэтому, когда, знаете, мне было тоже нелегко Почему? Потому что я эти вещи не понимал Я думал о том, что Бог же благословил Измаила Да, Бог благословил Измаила Но когда умрел Иисус Христос, он еще больше подтвердил или утвердил тот завет, который Бог его заключил. С кем? С Исааком. Исаак не является сыном Измаила. Исаак является сыном Авраама. Поэтому смерть Иисуса Христа, она соединила этих двух братьев на основании тот завет, который Бог его заключил именно с Исааком. И дальше идет, заключил его с Исааком. Не с Исааком, а с Исааком. Дальше мы говорим о Давиде, дальше мы говорим о Иосифе. Знаете, мы часто говорим о Бога Авраама, Исаака и Якова. Мы не говорим о Бога Авраама, Измаила и Мухаммеда. Мы говорим о Боге Авраама, Исаака и Якова. Когда мы принимаем Иисуса Христа, мы принимаем Авраама и принимаем то обетование, которое Бог обещал ему. Обетование, оно не без Исаака, оно не без Якова. Именно в них, именно через завет, который Бог заключил с Исааком. Смерть Мухаммеда, оно осложнело. Оно осложнело. Осложнело все. Все, что было, все, что, знаете, если, знаете, мы скажем сегодня, ну, как и часто мы слышим, ну, там же любви в арабском мире, они любят всех. Нет, друзья, они не любят всех. Невозможно любить врагов своих на основании учения Ислама. Только Иисус Христос призвал нас любить своих врагов. Только Иисус Христос призвал нас прощать. А Мухаммеда-то не призвал. Мухаммеда, он говорил, убивайте, убивайте. Знаете, я вам скажу еще одну вещь, очень важная. Если даже сегодня евреи, которые принимают, скажу вам открыто, если даже не принимали ислам, они все равно остаются евреями. И все равно Мухаммед призывал своих сражаться с ними. Знаете, живут сегодня очень многие евреи в арабском мире. И вы думаете, что они там живут непрекрасно? Нет. Первое, если начнется там война или начнется священная война, они начнут с тех евреев, христианин, которые живут в этой стране. Это факт. И можно поэтому говорить, но я надеюсь, когда-нибудь об этом поговорим. Поэтому вопрос, опять-таки, перемирение между арабами и евреями возможен только через Иисуса Христа. И поэтому, друзья мои, сегодня эта тема, она очень общерная, она очень важна в наше время. Очень важна сегодня для служения, опять-таки, для служения не только моё служение. Я как араб, я сегодня живу благодаря действительно смерти Иисуса Христа. Я помню, когда я пришел к Богу. Я помню то время, когда, и знаете, я принял Иисуса Христа именно в евреевской общине. Именно мои братья, которые приняли меня, приняли меня таким, каким я есть. Они не смотрели на меня, как я выгляжу. Они не смотрели на меня, какой свет кожи. Они не смотрели на меня, слушай, отечественный Сын Измаил. Как ты можешь принять Иисуса Христа? Я принял еще в 1999 году, я принял еще Хамашея тогда, и я принял Заветы с Исааком. Это дало мне возможность принять евреев в моей жизни, как в моих братьях. И я люблю их, как люблю себя. Я счастлив в том, что у меня сегодня есть брат во Христе, и он еврей. И я верю в том, что и мои братья евреи тоже счастливы, что у них есть такой брат араб. И не только я один. Представляете, я не один такой. Нас сегодня, знаете, я верю, что она станет еще больше и больше. Я призываю вас сегодня, друзья мои, к тому, чтобы, если будем учить о перемирении, чтобы мы никогда не забивали о том Завете, который Бог заключил с Исааком. Это очень ценно, очень важно. И чтобы мы понимали, что невозможно перемирение между арабами и евреями без Иисуса Христа. Не на основании Мухаммеда, не на основании учения Ислама, не на основании Корана, а на основании Священного Писания. На основании того, что сказал нам Иисус Христос. В нем сегодня нет ни иудея, ни язычника, а есть он. Есть новый человек. Есть новый человек. Один новый человек. В нем есть двух братьев. Это евреи и арабы. Давайте мы помолимся. Господь вас благословит. Я прошу тебя, Отец. Отец, во имя Иисуса Христа, я молю тебя сегодня, всех моих братьев и сестр, Господь, которые слышат нас сегодня. Я молю тебя, Господь, о том, чтобы сегодня это действительно это перемирение, которое ты совершил на кресте, чтобы оно пришло по-настоящему в нашей жизни. Мы, как арабы, Господь, мы говорим, что мы принимаем тот завет, который ты заключил с нашим братом, с евреем, с Исааком. Мы принимаем все, что в этом завете, во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что ты заключил этот завет, Господь, именно с Исаака. Мы принимаем этот завет, Господь. И мы благодарны тебе за то, что ты умрешь за нас, Иисус. Спасибо тебе. Благослови нас всех во имя Иисуса Христа. Амин. Благослови нас всех во имя Иисуса Христа.